На официальном сайте за 100 рублей ты можешь купить себе 500 голды, а по ссылке в описании ты можешь приобрести набор Лима, где получишь в аренду танк 8 уровня, 3 дня према, девушку-танкистку, специальный эксклюзивный стиль, 20 задач на x5 опыта, то есть ты можешь просто за эти 20 задач прокачать ненужную тебе восьмерку, на которой тебе не очень хочется кататься, ты очень быстро можешь это прокачать, плюс еще универсальное пособие на 250 тысяч единиц опыта для экипажа. Короче, очень много плюшек, также есть старые наборы, по ссылке в описании зацени. В этом видео, как и в других ежедневных видосах, мы разыграем 3 приза по 1000 голды, все что нужно сделать это подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать в комментарии небольшое предложение, где в конце указать свой игровой никнейм, а вот победители за вчерашний день. А также прямо сейчас проходит розыгрыш 60 премиум танков 8 уровня, ссылка на розыгрыш в описании. Привет друзья, сегодня мы с вами посмотрим на просто безумнейший бой, я сейчас когда это вообще наблюдал до записи, я такой, чё, как, это серьезно происходит, это реальный бой? Короче, играет у нас человек с ником Conqueror007, играет на Е100 и просто смотрите, первый выстрел, 658. Просто вот куда-то туда, и тут каждый выстрел сейчас будет такой, я просто и вообще, нет слов, короче, просто смотрите сами. Бой достаточно быстрый и здесь рекордный вообще, рекорд какой-то предыдущего патча. Бац, минус 44, 725 хп дали ей. Уже 1400 урона, просто начало боя, попал он на карту Энск, попал в хороший сетап, потому что много тяжей там 8 уровня, да, есть пару тяжей 9 уровня, то есть хпшки есть, плюс нет арты. И разваливает он, конечно, вообще знатно, просто на, 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 765 дал по шкоде. Приехал вот на такую интересную позицию, здесь можно, в принципе, было еще дерево сломать. И здесь, смотрите, 268 увидел, что 268 занаглел и решил в эту сторону куда-то дать. Выцеливает пробитие у Е100 голдой 334. Он просто выцеливает ей нижнюю планку, которую там якобы за Е100 не всегда голдой пробивает. И, по-моему, залетает прям вообще вот в нижний вот этот вот маленький листик с пробитием. Здесь выцеливает, выцеливает 268, но выезжает 277 фуловый. Выезжает фуловый 277, давайте, кстати, немножечко потише сделаю. Да, я, кстати, записываю не с реплея, а с видоса, потому что предыдущий патч. Хочется быстренько-быстренько все это вам показать. Вот, поэтому записываю вот так вот с видоса. Очередное пробитие по ИСу-3. Просто я не, я, тут нечего комментировать. Тут просто он стоит и наваливает такие выстрелы. Ну, помимо обычных каких-то, обычных стандартных выстрелов, тут такая дичь залетает. Просто каждым шотом. 268-4 уже фугас зарядил, то есть у нашего героя уже 4,5 тысячи урона. Счет 1-1. Счет только 1-1. В него фугасами стреляют, его ББшками не пробивают. Сейчас вот, наконец-то он подчинился и вот он засветился 268-4. Снова он целит куда-то в НЛД, залетает вот в эту нижнюю планочку. И туда приезжает Бабах, ФВ-4005 и уже там танковать уже не получится. Поэтому наш Е100, наш Conqueror 007 переключается на Тортоиза и спокойно ему дает на 770. Да, полхп нет, но тем не менее уже 6 тысяч урона. Счет по-прежнему 1-1. 6 тысяч урона. Три минуты боя прошло. Снова выкатывается, снова залетает. Я не знаю, вот просто у него каждый выстрел залетает. Каждый выстрел залетает, это что такое? Он играет там без допайка, обычный огнетушитель даже, обычная аптечка, обычная ремка. Ну а тут ФВ-4202, конечно залетит у нас, конечно залетит. Никуда не полетит в край прицела, никуда. 7200 урона. Здесь просто надо, весь этот бой, все что нужно сделать, это смотреть, как набираются цифры урона. Вот с этого я сейчас вообще офигел. Вот как? Как это полетело? Просто, блядь, ты что там съел Conqueror 007? Что ты съел? Отсыпь нам, пожалуйста, мы тоже хотим, чтобы у нас каждый выстрел так залетал на Е100. Это какая-то дичь просто несусветная. Вот ты что? Да как? Просто как? 8200 урона за буквально 4 минуты. 4 минуты 8000 урона. И счет только 3-2. Приехали тут наглеют 277, 2684. Он дает ему в НЛД, этому 277. Оба остаются ваншотные, там еще ИС-3 может пытаться по 2 годами простреливать. 268 по-прежнему, 2684 на фугасах. 277 здесь что-то пытается в борт зайти, и у него это получается. Дает нам пробитие, но мы его, естественно, добираем. И уже 9600 урона. Здесь пытается оттанковать как-то 268. Сзади вроде никого не простреливает, смотрит, контролит. Все, 2684 отстрелялся. Мы видим, что бабахи здесь тоже нет, поэтому выходит. Сводится и снова залетает в НЛД. То есть у него 3 из 3 залетело в НЛД. Вот в нижнюю планочку этому 2684. 10 тысяч урона, 5 фрагов. С одной позиции практически. Ну, реально, с одной позиции. И еще есть противники. Вот это... Это первый выстрел, который не залетел за этот бой? Это реально первый. Если бы еще и это залетело, он даже целился неправильно. Если бы еще и это залетело, я бы вообще офигел. Приезжает прожетый. У нас урон, конечно, этот сворует. Но не сильно. Даем на 483. Могли бы на 700, но дали на 480. Противники, тем временем, оставшиеся ту часть города, выигрывают, где захват. И мы едем их добивать. 10 700 урона, 6 фрагов. И вы думаете, там нет хп, да? Вы думаете, все, там шотненький. Сейчас он, ну, даст еще пару тычек и все, да? Нет. Нифига подобного. Посмотрите, как дальше этот бой складываться будет. Бабаха фуловая. Батчат фуловый. Мойсхин фуловый. У льва там, по-моему, тоже хп есть. И... Это второй выстрел, который не залетает за этот бой. Ох, не повезло парню, не повезло, конечно. Обидно. Обидно, вот, не залетело. Счетом того, какие до этого залетали, просто дичь. Так, он боится Бабаху, все-таки 600 хп, да? Здесь всегда играет аккуратно, давай. Здесь уже включаемся в бой. Не просто офигеваем от выстрелов, а думаем тактически. Он стоял, не рыпался, потому что Бабаха была заряжена. Здесь 268 дает Бабахе, и Бабаха никуда не прячется от нас. Она получает в спину на 775 еще и с поджогом. Правда, подгорел он слабовато. Здесь Мойсхин фуловый, лев 1200 хп. Ну, уже чуть-чуть поменьше, уже 550 хп. 69-ка его еще начинает расстреливать. Правильно, что не цель этого льва. Дает по Мойсхину на 750. Уже 12 200 урона. Ну и казалось бы, ну все, осталось три танка. Мойсхин тут без хпшек. Скорпион, Батчат. Казалось бы, все, да? Но нет. Нет, это еще не все. Вот он тут Батчат с 1000 хп катается перед нами. Просто Батчат с 1000 хп. Ну теперь-то все? Ну вот, 13 тысяч урона ты дал. Может быть, это все в этом бою? Нет. Это не все в этом бою. Он видит, что Скорпион туда едет. Зацелил. Только неправильно сначала целит. Вот сюда надо смотреть, да. Он зацелил. И что думаете, Скорпион не выйдет? Вы думаете, Скорпион не поедет туда, да? Нет, Скорпион поедет. И схватит на 630. 13 600 урона. Может быть, остановит... Может быть, хватит? Нет. Не хватит. Нет, союзники все далеки. И вот он, наш герой. Прямо возле противника. Ближе всего находится к противнику. К Мойсхину, там, к Бату. Перекручивает борт. Какую-то вообще дикую непонятную вертуху дает. И пробивает. Снова пробивает. Ну, тут уже 69-ка, конечно, Батчата убила. Я просто охреневаю. Здесь нечего, там, комментировать с тактической точки зрения и прочего. Здесь просто можно офигевать от выстрелов. И от этого дикого рекорда. Смотрим результаты боя. Это 14 100 урона на Е100. Это был последний день. 27-ое. То есть, ну, перед патчем последний день. 11 утра, если кому интересно. Он играл в 11 утра. Тут сервер не показывают, да? Интересно, на каком сервере он. И немного везения. Тут просто все комментаторы офигевают. Редли Уолтер, стальная стена, основной калибр, воин. Я не знаю, как это комментировать. Это 1700 чистого опыта на 10 уровне. 8 фрагов. 14 000 урона. То есть, он сделал 23 выстрела. Он не пробил. Один раз Мойсхина в борт. Очень странное непробитие было. И он... Что-то еще он не попал. А, он по Т-32 не попал. Один выстрел. Все. 21 из 23 залетели с пробитием. Причем там такие дикие были вертухи. Путев него бронированная техника была. Там Т-69, конечно, подворовала урон. Прагета подворовала урон. Там можно было бы еще и по льву дать. Да, ну и так. Ну, 14 000 урона. Я смотрел, думал. Как? Почему это происходит? Что вообще творится? Поздравляю Конкорера с таким рекордным боем. Желаю вам побольше таких боев. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайк. Пишите комментарии, как вы офигеваете тоже. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Увидимся в следующих видосах и стримах. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok